44 дерева, 44 истории отваги наших земляков. Сад памяти объединил истории героев из разных районов Орловщины. Например, эта липа будет расти в памяти об Андрея Слепухине из Урицкого района. Парень погиб в 2023 году. Память об этих героях будет укрепляться вместе с корнями лип. Имя каждого защитника было услышано. В памяти о каждом из них весеннюю тишину разрезал звук метронома. Сдерживать слезы не получалось. Заслуженную награду в тот день получил гвардии рядовой Дмитрий Кирейков. Но уже посмертно. Вдово и дочь приняли орден мужества за своего героя. Дмитрий в зоне СВО пробыл один месяц. Потеря крови. Множественное осколочное ранение. Я буду сюда приходить гулять. Буду навещать это дерево, которое посвящается папе. Одни деревья сажали дети героев, другие – матерь и отцы. Нина Корнейчева вырастила настоящего героя. Дмитрий занимался гумпомощью, потом и сам подписал контракт. О том, что он участвует в спецоперации, мама узнала уже после его гибели. Как сын он был. Редкость. Золото был. Во всех отношениях. Пошли они в разведку, и он героически погиб, спасая своих ребят. То есть он удостоен ордена мужества у нас. В памяти героев настоящего и прошлого ни в одной сотне деревьев. Сад заложили несколько лет назад, и теперь это традиция, которую поддерживает подрастающее поколение. В этой акции мы сегодня участвуем впервые. Матери, плачущие жены, дети, которые высаживают деревья в памяти погибших отцах, и без слез невозможно находиться здесь. Выражаем соболезнования всем родственникам, которые сегодня отдали честь своим родным. И фрейторы, майоры, рядовые и старшины. Их семьи сейчас под крылом общей поддержки. Помощь родным наших защитников – одна из важнейших задач региона, отметил Андрей Клычков. Продолжается и гуманитарная миссия. В зону СВО по-прежнему доставляют воду, продукты, рации, тепловизоры и другую поддержку. Мы к маю формируем 15 посылок, больших грузов, то есть конвоев для подразделений наших «Орловских». И я думаю, что в ближайшее время и я поеду по согласованию с президентом в зону специальной военной операции. Уже больше 4000 тонн самого необходимого отправил наш тыл защитникам. Впрочем, сейчас уже весь объем помощи не сосчитать. Екатерина Головина, Александр Савенков, телеканал «Первый областной». Продолжение следует...